В подарок за покупку лаж мне выдали аж три пробника, ну точнее мне выдали один и два других, я просто нагло клянчила. Итак, первую мне дали добровольно, у них там какая-то акция была, это скраб для лица, пикантная кукуруза. Не знаю, что за название, вот кто-то видел, пикантную кукурузу, вообще по-моему не подходит к ней. Выглядит это, ну вообще тоже не пикантно ни разу, такая, знаете, пережеванная хорошенечко кукурузина, но по действию аромат конфета коровка. Скраб жирный и очень-очень мелкий, вот. И из приятного, то что здесь вроде бы в составе там масла или что-то еще, потому что не остается чувства сухости и кожа очень сильно смягчается. Дальше мне дали божественное увлажнение крем, он достаточно жирный, то есть это скорее не божественное увлажнение, а такое божественное питание. Но если оно у вас комбинировано, либо проблемно, то может со временем, ну как со временем, аж через два дня там понавскакивать прыщей, потому что не каждая кожа любит такое количество масел. Я еще мечтала попробовать влаж крем, который стоит просто каких-то бешеных денег, там около трех тысяч, и выпросила продукция, говорю, ну пожалуйста, там, ну чтобы мне отлили крем этот роскошь, что ли, да, называется. И в общем мне отлили, сейчас не падайте, какая вообще обалденная порция мне досталась. Сейчас я вам ее открою и покажу. Так, ну вот, вот это она, причем это не потому, что я ее сильно долго пользовала, это вот мне столько и отсыпали, знаете, чтобы как бы не разжирела девочка, наверное, на чужих харчах. Вот столько вот, я прям не знала даже, куда мне ее намазать. В общем, максимум раза два, конечно, получится лицо намазать. В общем, совершенно не заметила я, за что такие деньги платить. То есть, все-таки это не люксовая косметика, она там не супер-пупер раскрученного бренда. И три тысячи там за пятьдесят миллилитров, я считаю, конечно, это жиртрестно. Что касается умывалок, у меня появились еще две умывалки новые. Вот так вот они выглядят. Не помню, эту я показывала или нет, потому что я ее уже пару недель пользуюсь. И вот это новинка. Значит, вот это, швай, мамочки, это биоэффект для всех типов кожи. Я люблю такие умывалки, именно гелеобразные для всех типов кожи, потому что, как правило, они не слишком пересушивают. И это не будет такой вот тягучий, густой крем, который вот ты нанесешь на лицо. И вместо того, чтобы тебе там пару прыщей убрать, у тебя он тут же впитался, тут же выскочили какие-то еще там, поры забились. Короче, его смыть нереально, потому что это пленка. Ну, как вот часто делают умывалки для сухой кожи. Тут такой истории нет, он прозрачный. И мне нравится умывалка, хотя она лауреат сульфатная. Не знаю, ничего тут вроде такого в составе, нечему бы радоваться. Но мне на лицо не пересушивает, хорошо пенится, так что классная. Стоит, кстати, вообще недорого. И вот эта вот штука, про нее много-долго там рассказывал директор департамента, что это там Фаберли, когда мы были в Москве. И это чуть ли не любимое средство девушки. У меня ресницы густые, и пробраться как бы сквозь ресницы, удалить тушь с глаз, ну, просто нереально. Потому что, как минимум, на нижнем веке всегда все остается. Так как, ну, как бы я не могу открыть глаз, да, потому что будет просто, ну, глазам неприятно от попадания геля. И в то же время с закрытыми глазами я не могу пробраться, потому что, ну, как бы у меня ресницы лежат, прижимаются. В общем-то, чудес не бывает. Вот, поэтому сверху, да, хорошо, он такой скользкий, немножко даже такой склизкий какой-то, ну, такой интересный, странненький. Хорошо смывается, сухости после него ничего нету. Но если вот у вас нет прямого контакта средства с косметикой, он как бы ничего вам не сможет. Также я заказала пудру себе вот такую. Айтуа, это самая дешевая пудра, там, она, по-моему, стоит рублей 200. У нее очень странная упаковка. Я не знаю, то есть пудра занимает одну треть, вот, и две трети просто пустая крышка. Пудра, кстати, неплохая. Она не, не знаю, как-то, ну, вот, не поворачивается у нее язык назвать матовая, потому что она с такими какими-то легкими, что ли, светоотражалками. Хотя при растушевке этого особо не видно. Сейчас вам покажу. То есть вот она растушевывается, и, ну, как бы кожа как будто бы не подсвечена. Ну, вот, все равно, не знаю, я что-то такое вижу. Видите, что-то, в общем, такое, как будто бы здесь есть легкий-легкий-легкий перламутр. За свою стоимость 200 рублей пудра очень неплохая. Следующая вещичка, которая у меня появилась, вызывает просто неадекватную реакцию у моих подруг, и когда я ее им показываю, то надо, в общем, ее держать двумя руками, потому что каждая норовит ухватиться покрепче, и со словами мне она подойдет больше. В общем, как-то ее перетянут на свою сторону. Но я всегда на чеку, потому что эта сумка мне нравится безумно тоже. В общем, я не знаю, кто ее придумал, но я ее, когда увидела, у меня было полное ощущение, что она сделана просто по эскизам моей мечты. Это натуральная кожа, вот такого вот нежно-голубого, какого-то бирюзово-изумрудного цвета. В общем, с легким таким зеленоватым потоном. Вот это часть ручки. И здесь они, ну, видите, продолжаются, это дерево, настоящее дерево. Вот, видите, такое очень фактура, оно даже тонировано как бы неравномерно, чтобы подчеркнуть, что это вот не пластик, а настоящее дерево. Видите, цветлее, темнее, ну, как-то так. И здесь вот название производителя. Вот эта часть, это нубук, то есть, или нубук, да, по-моему, правильно. Я переживала, что здесь будет замша, потому что замша, как правило, очень легко вытирается и из роскошной вещи просто вот так вот превращается в такую залысину. Соответственно, вот это сейчас будет отлично выглядеть, а тут уже будет такая здоровая залысина. Вот, но это нубук, то есть это не кожа, а, не знаю, очень коротко стриженная замша, либо слегка-слегка взерошенная кожа, в общем, что-то такое средненькое. Подкладка обалденного, такого, не знаю, кофейно-таупового цвета. Вот реально серая, видите, какой-то бронзоватый цвет, очень интересный. В общем, каждая деталь сумки просто вот такая. У нее, видите, вот с этой стороны просто, ну, как бы без подкладки, да, она только как бы в центре есть, вот здесь. И вот тут такое отделение, тоже там кармашки, все дела. Вот эта нежно-голубая окантовка, и на подкладке тоже принт производителя. То есть название. Также у нее в комплекте есть ручка длинная, сейчас я ее найду, вот она. И я ее пока не распаковывала. В общем, такие карабинчики тоже с подписанным производителем. Мне даже как-то с этой сумкой страшно ходить, потому что мне ее просто жалко. Мне кажется, она такая вот совершенно идеальная. Просто мне жалко вот вытеснинуть, думаю, блин, еще заматится, еще какая-нибудь птичка на нее все ранет. И все, верши пропала, я ее не отстираю. Она по стоимости, конечно, совершенно не дешевая, но с скидкой 30%. У меня есть купон на скидку, и этот купон, кстати, есть у всех моих подписчиков. Я его оставлю внизу. Ну, как-то более-менее, получается, приемлемая цена. Естественно, все молнии просто, ну, отлично работают. Да, вот как бы вообще ничего не заедает. И она с двух сторон вот такая вот симметричная. В общем, не знаю, сумками моей мечты взяла на лето, чтобы вот радовать себя таким нежным и ярким одновременно цветом. Если честно, я вот даже похожий фасон ни разу в жизни ни у кого не видела. Так что я безумно счастлива. Из-за украшений я давненько собиралась приобрести себе нечто такое нерастратное ювелирное, потому что у меня есть фобия, что если я выйду на улицу, не знаю, с золотым украшением, то мгновенно какой-нибудь страшный ворец и девист увидит на мне его и решит его отобрать. В общем, поэтому у меня было предубеждение к ювелирным украшениям. Я думаю, блин, ну куда я его надену? Ну, вообще, ну, в общем, не знаю, столько отговорок. Плюс, думаю, это все дело очень недешевое. Это как бы, чтобы носить ювелирку, надо, чтобы остальные части гардероба, в принципе, этой ювелирке соответствовали. Потому что тогда, когда ты идешь там в китайских балетках за 200 рублей, очень странно нести какие-нибудь, не знаю, сапфировые серьги тут по килограмму на каждом ухе. Но каково же было мое удивление, когда я зашла в ювелирный магазин и увидела, что, в принципе, украшение, ну, в всяком случае, серебряное, да, можно приобрести вот, там, не знаю, за полторы тысячи рублей, уже вполне реально найти. Я себе купила вот такие сережки, сейчас вам покажу. В общем, они как-то что-то вертятся вокруг своей оси, непонятно, где у них задан, где у них перед. Ну, в общем, смысл такой, что это вот такие вот серебряные сережки в виде колечка. И внизу, ну, колечко с фианитами, внизу камушек, это, по-моему, топаз. Я вообще не сильна в камнях, но это какой-то полудрагоценный камушек. И они очень-очень мило смотрятся. Кстати говоря, практически на вид они неотличимы от белого золота, если их еще вовремя очистить, когда они будут темнеть. Мне кажется, они очень неплохо подчеркивают цвет глаз. Мне вообще так вот, не знаю, видно, синий идет, и сразу мне как бы глаза тоже так значительно синие, такие более синие и яркие становятся. И я вот специально хотела такие серги, чтобы они были не в ухе черные, не какие-то там, не знаю, ну, знаете, вот, соблазн для рецидивиста. А так, чтобы смотря смело, в то же время не слишком бижутерийно, чтобы это не было пластик, там, в общем, такое что-то дешевое. И вот нашла эти серги. Мне кажется, просто отличный вариант. Девчонки, вот если вы тоже думали, что бижутерия это вот спасение, потому что вся ювелирка это там не на каждый день дорого, вот можно вполне купить серебряное украшение по очень-очень доступной цене. И буквально в любом магазине, да, есть вот такое серебро, там с разными есть еще зеленые камушки, розовые. И это как бы не стекляшка, это натуральный там какой-то камень. Вот, поэтому ужасно я довольна. Тоже их ношу, мне кажется, мне очень идет. Но, конечно, для разнообразия я решила себе все-таки приобрести и перья. Я вообще коллекционирую, не знаю, я, наверное, какая-то была пера помешанная. Потому что вообще не могу пройти мимо. И вот такие вот сережки очередные у меня появились. Мне кажется, очень мило смотрятся. Конечно, это не под деловой костюм, но летом под какое-нибудь летящее платье, сарафанчик, такой ни к чему не обязывающий, я думаю, очень даже будет прикольно. Или даже там снимать видео. Очень мило смотрятся. Такие вот симпатюльки. Они не вычурного такого какого-то стрелого цвета. Я там вырви глаз, китайский абразив. Очень так органично сливаются. И, мне кажется, очень нежненько так выглядят. Также давно мечтала попробовать черные сережки. Пойдут ли они мне. Но вот, не знаю, я как, знаете, вот коготь-горгулья. В общем, то ли их так загнула, то ли я так. Ну, может, тоже придумала, под что их носить. Но пока, ну, такое ощущение, пальца на ушах скрюченного мне не покидает. Также для платьев приобрела пояса, потому что у меня есть балахонистая одежда. И, не знаю, хотя Ксюша говорит, что не надо носить пояс, потому что он делит фигуру на два. И вместо одной среднегабаритной тушки появляются две круглые тушки. Соответственно, характеристики туловища ухудшаются. Мне кажется, что это не совсем так. Ну, не знаю, иногда вот прикольно подчеркнуть талию, если как бы до этого ее вроде бы и не было. Поэтому вот такой первый поясок я заказала. Вот такая пряжка. И, ну, конечно, это обычный китай, он там тянется, ну, так, для разнообразия. И второй, вот такого у меня еще не было. Он не тянется, он просто вот обивается вокруг талии, такой черный. И здесь у него, ну, вот такая штука, которая вот так вот, как на заклепку вставляется. И, соответственно, вокруг талии он поддерживает платье в вот таком приталенном состоянии. И в последнее время заморочилась на тему здорового питания. И чтобы похудеть, давно пришла к выводу, не надо есть на ночь. А есть на ночь обычно очень хочется. Поэтому я заказала два белковых коктейля. И это не какой-то коровий белок, да, это не животного происходения, а это гороховый. Я, конечно, думала, что это такой, знаете, с побочным эффектом гороховый коктейль. Думаю, сейчас вся семья напьется, а и, короче, дома слетит. На воздух осмеяется, блин. Блин. Ой, фу, простите. Ну, короче, ничего такого не происходит. Вполне все цигильно. Ну, там побочных эффектов, в общем, нет. Нормальный такой горох, они, видимо, его обрабатывают. Реально очень сильно хорошо удаляют голод. И что мне не очень понравилось, это идентичный натуральный ароматизатор. Хотелось бы, конечно, чтобы они были натуральнее. Но в остальном белок очень как бы сбивает чувство голода. Выпил вкусненько. Вот шоколад, ваниль. Можно мешать с молоком или даже с водой. И реально очень заглушает чувство голода. В то же время не откладывается на боках. Даже если его выпить достаточно поздно. И последнее, что я хотела показать. Это шкатулочка. Я ее приобрела для, возможно, конкурса. Не знаю, в общем, куда. Она из такой искусственной замши. Такая вот тканиобразная. И у нее несколько вытаскиваемых этажей. В таком ретро-стиле вот она открывается. И здесь вот для колечек отделение есть. Там еще для чего-то. И третья тоже для колечек. В общем, очень мило смотрится. Она такая миниатюрненькая. Ну, такая вот мягонькая. И, кстати, по поводу моего предыдущего конкурса. Если у вас есть профиль ВКонтакте. В общем, прошу вас проголосовать. Ссылку я оставлю внизу. За понравившуюся работу участниц. Потому что невозможно определить победителя. По условиям победителем станет тот, у кого будет больше лайков. В общем-то, участницы переживают, что кто-то там себе накручивает. Кто-то не может. Поэтому я вас прошу для объективности оставить кому-то свой голос. И, собственно, это, надеюсь, нам очень поможет. И еще есть у меня вторая новость. Многие подписчики очень-очень критиковали шапку моего блога. И мне одна девочка отозвалась, помогла ее сменить. Точнее, она ее заново нарисовала. Я ее контакты оставлю внизу. И жду от вас впечатлений, как вам нравится ли эта шапка больше, чем предыдущая. Вот и все, что я вам хотела рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Всех целую. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok